Дорогие друзья, сегодня мы отчетливо видим те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью эти оценки. Наращивается военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ УДКБ, проводятся масштабные учения, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных государствах. Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений западных. После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося отступления Швеции, мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Ну, все, что я сказал, обосновывает со стороны Запада интервенции, агрессии со стороны России в Украину и так далее. Но какое имеет отношение специальная военная операция или какое имеет отношение вступление Финляндии в НАТО в связи с специальной военной операцией? Абсолютно никакого. Ждали момента. Решили, что этот момент настал. Думаю, что ни Россия, ни Беларусь это большого вреда не нанесет. Все-таки, какие бы решения политики не принимали в той же Финляндии, народ там не глупый и знает, что такое война. Несмотря на стремительный спад уровня жизни, ухудшение экономических перспектив в европейских странах Запада идет на эскалацию международной напряженности. И голосами политику Атрида признается в том, что готовится к войне. Центральной ареной противостояния, как я уже сказал, полем боя на нашем континенте остается Украина. Из-за военного столкновения, в которой нарушены все важнейшие сферы межгосударственных отношений, политическая, экономическая и гуманитарная. Усилиями наших западных оппонентов, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, превращается в институты давления и конфронтации. И заметьте, думаю, вы меня в этом плане поддержите. Но если ОБСЕ – это Организация Безопасности Сотрудничества в Европе, Ну, если в Европе разгорается этот конфликт, ну, пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения. Или хотя бы поговорить не сможем принять. И мы с россиянами много раз предлагали. Давайте, давайте встретимся, обсудим проблемы. И что это специальные военные операции? Ноль. Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – надо война. И они делали все для того, чтобы подвести нас к этой войне, чтобы развязать эту войнушку. С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено, давайте сядем за стол к переговору. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало, не то еще чего-то Зеленскому. В Турцию уехали. Хорошо? Хорошо. Давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, предложенные ими договор, проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают, но специалисты-то в этом участвовали и знают. Поэтому прежде чем обвинять нас в конфронтации этого конфликта, расширении, надо вернуться за стол переговором. Взять, ну, не тот документ новый для того, чтобы остановить войну. Но большое видится на расстоянии, как я всегда говорю, мы еще придем к оценкам. И мы увидим, кто прав, кто виноват. И особенно сейчас. Усилия наших западных оппонентов, как я уже сказал, и ООН, и ОБСЕ, становятся подручными собачками для западных государств. Мы считаем недальновидным и безответственным подобные действия. Тем не менее, Беларусь по-прежнему остается приверженной и открытой к диалогу, направленному на укрепление глобальной и региональной безопасности. Мы неустанно призываем остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. Подчеркну, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины Зеленский выдвигает, это не что иное, это уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия у нас сесть за стол? Переговоры и уже там вырабатывать всякие условия. Продолжение следует...